Минэкономразвитие опубликовало еще в начале года прогноз долгосрочного социально-экономического развития России на период до 30-го года. И вот согласно данным экспертов Министерства, рынок ипотечного кредитования в России, который в 2012 году урос с 716 миллиардов рублей до 1 триллиона, замедляет рост. Парадокс заключается в том, что снижение все-таки не предвидится. Ипотечный рынок в стране вплоть до 2015 года, по мнению Министерства, обещает быть стабильным. Здравствуйте, в эфире программа «Парадокс» в студии Александр Вейкер. Сегодня у нас в гостях заместитель гендиректора ИЖК Марина Малайчик. Здравствуйте, Марина Вячеславовна. Добрый день. И первый заместитель председателя правления банка жилищного финансирования Игорь Жигунов. Здравствуйте, Игорь Витальевич. Добрый день. Вы, уважаемые слушатели, также можете к нам присоединиться по телефону 65 10 99 и 6, код города 495, или пишите нам на сайт finam.fm на страничку программы «Парадокс». Мы также предлагаем вам ответить на простой вопрос. Вот вы, уважаемые слушатели, хотите сейчас взять ипотечный кредит в нынешних условиях? Если да, то отправьте на номер 5533 смс буквой «А». Если нет, вы не готовы, то отправьте на номер 5533 смс буквой «Б». Ну, а мы с нашими сегодняшними гостями попытаемся разобраться, в чем плюсы и минусы ипотеки сегодня. Непосильная ноша или шанс все-таки улучшить жилищные условия, если воспользоваться ипотечным кредитом. Но для начала давайте представим рынок ипотеки в России сегодня. Игорь Витальевич, из чего состоит этот рынок? Что он из себя представляет? Насколько он в кризисной ситуации, как экономика страны, или нет? Рынок ипотечного кредитования в России меняется с каждым годом. Это касается как целевой аудитории, социального потребителя, так и объектов залога, которые предлагаются в качестве покупки, либо под залог. С чем это связано? Во-первых, все большее количество населения узнает, что такое ипотечное кредитование, как им пользоваться и на какие цели можно использовать этот кредит. Если 4-5 лет назад, прежде всего, ипотечный кредит брали на покупку готового жилья, как правило, это вторичный рынок, то в последние несколько лет активно развивается рынок новостроек, и в том числе кредитование под залог уже имеющихся квартир на покупку новостроек, так и приобретение жилья во вновь строящихся объектах. Это первый момент. Второй – целевая аудитория. Если раньше рынок ипотечного кредитования прежде всего был доступен и понятен людям, которые имеют высшее образование, которые владеют финансовым инструментарием, понимают суть ипотеки, то сейчас все большее количество населения, понимая, что можно сегодня улучшить жилищные условия и платить в рассрочку, начинают пользоваться ипотекой. Это уже люди, имеющие специальное среднее образование. Люди, которые работают не только по найму, но и ведут предпринимательскую деятельность. То есть круг потребителей гораздо шире. Ну а вы что-то добавите, Марина Вячеславовна? Ну да, наверное, я добавлю. На самом деле в этом году рынок ипотеки ждет очередной рекорд. Мы планируем, что будет выдано уже намного больше, чем триллион рублей, который был в том году. Это будет триллион двести, триллион триста рублей. Уже не каждая пятая сделка с ипотекой совершается гражданами, а каждая четвертая. Каждая четвертая даже. Каждая четвертая. Соответственно, действительно развиваются программы для тех категорий граждан, которые некоторое время назад вообще не могли взять ипотечные кредиты, в которых участвует определенная поддержка государства, делаются специальные программы для определенных категорий граждан. Кроме того, рынок ипотеки становится более качественным. Та же самая просрочка, она существенно снижается по сравнению с предыдущими периодами. То есть рынок ипотеки развивается. 65 10 99 6, код города 495. Звоните, задавайте свои вопросы, уважаемые слушатели. Также напомню, мы бы хотели предложить вам ответить на простой вопрос. Вы хотите сейчас взять ипотечный кредит? Если да, то отправьте на номер 5533 смс буквой А, если нет, то отправьте на номер 5533 смс буквой Б. Игорь Витальевич, вы сказали, что сейчас практически поменялась целевая аудитория. Кто эти люди, которые готовы взять ипотечный кредит сегодня? Целевая аудитория не столько меняется, сколько расширяется, если уж совсем быть точным. И прежде всего это часть людей, которые желают приобрести квартиру и улучшить свои жилищные условия, используя старое жилье как свой переначальный взнос. У нас более 80% жилья в России приватизировано. Это тот актив, который люди сегодня могут использовать. Из двушки переехать в трешку, из однушки в двушку. Разъехать там, как говорится, папа с родителями, с мамой. И таким образом люди все чаще стали использовать свое старое жилье как часть денег для первого взноса. То есть продают старое, берут ипотечный кредит на разницу между новым и старым жильем. Вторая категория, которая не просто улучшает жилищные условия, а является еще и определенными социальными группами. Очень много сейчас программ, как правильно сказала Марина Вячеславовна, с поддержкой как на уровне государства, так и субъектов федерации. Это ипотечные программы для молодых семей, для очередников, для учителей и врачей сейчас начинают появляться программы. Ряд субъектов федерации реализуют собственные программы, когда субсидируется первый взнос, либо частичное погашение кредитов. Таким образом, это еще одна целевая аудитория, которая может использовать эту программу. Третий блок программ, связанных с военной ипотекой. Все больше эта программа получает развитие оборотов на территории России, и многие военные действительно улучшают свои жилищные условия. Это большой плюс. Почему? Потому что это действительно серьезная категория потребителей, которые заинтересованы в качественном жилье, чтобы служить России и иметь хорошие достойные жилищные условия. Следующая категория потребителей, это люди, которые, имея жилье старое, хотели бы приобрести новостройку. Пожалуйста, они могут сегодня брать ипотеку. Не выезжая из своего жилья. Пока строится новое. Все верно. Пока строится новое, они берут денежные средства на приобретение новостройки в рассрочку. И после сдачи объекта... В рассрочку? Они приобретают жилье, по сути, в рассрочку новое. Беря кредит под залог старого жилья, в котором продолжают жить. Быть прописанным, ходить также в поликлинику, школу, там, где живут. Дальше сдается новый дом, они получают крючки, езжают в эту квартиру. И, в принципе, могут продать из-под залога то жилье, которое есть. Чтобы рассчитаться, допустим, хотя бы частично. Либо частично, либо полностью. Да, программы разные. На сегодняшний день это очень широко используется. И здесь ничего нового уже для потребителей нет. Но в основном то, что вы сейчас описали, так или иначе касается государства. То есть государство каким-то образом поддерживает ипотечный рынок. То, что мы наблюдали 5-7 лет назад, когда люди, имея хороший достаток, еще до кризиса, они перестали приходить на этот рынок практически. А значит ли это, что рынок все-таки будет затухать? Скорее всего, мы сейчас говорим не о предкризисной ситуации, да, либо там признаках кризиса. Ну, тяжелый, хорошо, тяжелая ситуация. А скорее всего, мы говорим о качественном изменении рынка. То есть, как было чуть ранее сказано, если раньше рынок ипотеки не только был не совсем понятным для потребителя, но и для многих абсолютно новым явлением, и порой люди брали кредит до конца, не понимая свою кредитную нагрузку, и росла просрочка, то сейчас действительно доля кредитов, которые выходят на просрочку, гораздо ниже, чем раньше. Ну, какая доля сейчас? Потому что называют совершенно разные цифры. Вот вы в материале. Сколько, какая доля сейчас просрочки? Можно оперировать самыми разными цифрами. Кто-то говорит 2% доли просрочной, кто-то говорит 3%, кто-то говорит 1%. Почему? Потому что рынок ипотеки настолько меряется разноплановыми цифрами. Это ипотека вторичного жилья. Это и жилищные программы на рынке новостроек, где пока нет залога. Это все кредиты, да? Это все кредиты. И есть просрочки. Они есть, существуют. Вот сколько? Какой процент? Он критичный? Он абсолютно не критичный и в разы, если не в десятки раз, меньше той же просрочки, как, например, на рынке потребительского необеспеченного кредитования. Бланково, так называемое. Но мы дальше поговорим во второй части программы о потенциальных заемщиках и их страхах, которые они испытывают перед тем, как взять ипотечный кредит. Об этом буквально через несколько минут, сразу после новостей. Ипотека в России. Непосильная ноша или шанс улучшить жилищные условия? Вот о чем мы сегодня говорим в программе. У нас в гостях заместитель гендиректора ИЖК Марина Малайчик и первый заместитель председателя правления Банка жилищного финансирования Игорь Жигунов. Вы, уважаемые слушатели, также можете присоединиться к нашей программе, задать те вопросы, которые вас интересуют по ипотечному кредитованию. Телефон студии 65 10 99 6, код города 495, либо пишите нам на сайт финам.фм на страничку программы «Парадокс». Мы также предлагаем вам ответить на простой вопрос. Вы хотите сейчас взять ипотечный кредит? Если да, то отправьте на номер 5533 смс буквой А. Если нет, то отправьте на номер 5533 смс с буквой Б. Чего все-таки боятся потенциальные заемщики? Хотелось бы, чтобы вы, уважаемые гости, также расшифровали. Попунктно или опровергли все эти страхи, которые существуют? Многие экономисты говорят, что не надо бояться риска, а надо сделать его управляемым. Тогда будет все в порядке, и никакая ипотека, никакой потребкредит или кредитная карта вам не страшны. Ипотека — это слишком дорого, говорят сегодня большинство потенциальных заемщиков. Это дорого. Это первое, о чем они говорят. Так ли это на самом деле? Игорь Витальевич. Ну, если говорить попунктно, по поводу рисков. Первое, чего всегда нужно опасаться и потребителю, и кредитору, это необдуманных, непросчитанных решений. Любой потребитель должен понимать, что ипотечный кредит — это ежемесячный платеж в течение нескольких лет, порой 10, а то и 15. А то и 20. А то и 25, да. С одной стороны. С другой стороны, в соответствии с законодательством Российской Федерации и изменениями, которые вступили в силу и в Гражданский кодекс, клиент вправе в любое время погасить кредит досрочно, как полностью, так и частично. Условия также у клиента могут поменяться. Вот сегодня у него такие условия. У него сегодня замечательная работа, своя компания, допустим. Все супер. Он там платит 30% от своего дохода ипотечный кредит. И тут 2008 год, допустим, наступает. Отлично. Что делать? Куда бежать? Нет компаний, нет финансирования, зарплаты нет, ничего нет. И ипотека. Вот, замечательно, что вы привели такой пример. Например, любой потребитель должен понимать, ну, в какой-то степени, да, насколько это возможно, на какие доходы он может рассчитывать в будущем. Например, есть папа и мама, супруги, которые хотят приобрести квартиру, улучшить жилищные условия. Они понимают должны, что появление ребенка – это дополнительная нагрузка. Если сейчас имеют доход 50 тысяч на семью, они в состоянии платить, допустим, 20 тысяч по кредиту, то при появлении ребенка вопрос, сколько они смогут тогда платить. Поэтому любой кредит – это расчет как потребителя, так и банка. Один из примеров. Как правило, у кредитных организаций есть требования соотношения платежа к доходу семьи. Как правило, это в пределах 40-45% от дохода. Причем в платеж учитываются и другие кредитные обязательства, не только ипотека. Допустим, человек имеет кредитную карточку, взял кредит на стиральную машину, это тоже учитывается. Второй важный момент – это образование, это задненность. Если человек работает месяц, потом месяц не работает, потом два поработал, потом полгода опять ищет работу. Это тоже группа риска. Марина Вячеславовна, мы также говорим, что ипотека берется на слишком длительный срок. Это тоже пугает очень многих. Пугает именно нестабильность, которая сегодня существует в экономике. Как с этим быть? На самом деле, если взять статистику, то ипотечные кредиты погашаются в среднем за 8 лет. То есть, конечно, кредиты берутся на 20, а то и на 30 лет, но в среднем кредиты погашаются за 8 лет. То есть, это говорит о том, что у наших граждан появляются денежные средства для того, чтобы гасить досрочно эти кредиты. То, что кредиты берутся ипотечные, уже сейчас берется каждый четвертый кредит, подтверждает то, что боязнь постепенно уходит. И, как сказал правильно Игорь Витальевич, что перед тем, как взять кредит, нужно в первую очередь оценить свои доходы и возможности. И если появляются проблемы, то не прятаться от этой проблемы, а идти к тому кредитору, который выдал кредит. И, как правило, все проблемы будущие можно решить заранее, до того, как начнутся просрочки и какие-то проблемы с жильем. Давайте послушаем Антона, который к нам дозвонился. У него есть вопрос для вас. Антон, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. У меня два вопроса. Да, пожалуйста. Вопрос первый, да, вот какие сейчас кредитные ставки. И вопрос второй, почему не дают ипотеку, да, то есть брать квартиру и ипотеку под сдачу ее в аренду. Благодарю. Спасибо большое. Итак, первый вопрос. Кредитные ставки. Это, кстати, тоже один из самых больных вопросов перед заемщиком, который на пороге ипотечного кредита. Слишком высоки ставки. Многие говорят о том, что все, что выше 7%, а у нас таких ставок нет, этим занимаются ростовщики. То есть банки сравнивают именно с ростовщиками. Так ли это на самом деле? Почему у нас такие ставки? Ну, на самом деле, сейчас средняя, если говорить о средней ставке по ипотеке, это где-то 12,4%. Ну, кажется, действительно, 12,4% это очень много. Вот, посмотрите, в Америке там ставки 3,5%. Там ниже было? Ну, наверное, ниже. У нас тоже есть ниже, на самом деле, специальные программы, о которых мы говорили, которые ставка ниже, чем 12,4%. Это можно отдельно поговорить. Это специальные программы для учителей, это 8,5% ставка. Это программы для военнослужащих, ставка ниже. Если мы говорим о рыночной ставке, то нужно посмотреть на то, из чего состоит процентная ставка. По сути, это состоит из трех составляющих. Это стоимость денег, от нее никуда не денешься. И, как правило, стоимость денег сейчас составляет 8-9%. Это операционные издержки банка, кредитной организации, тот, кто выдает кредит. Это, как правило, 4, наверное, процента сейчас. И так называемая плата за риск, который банк может заложить, а может не заложить в ставку. От того, какой именно заемщик к нему приходит. Вот, например, сейчас во втором вопросе говорилось о том, что можно ли получить кредит под аренду квартиры. Это, по сути, второе жилье, как правило, получает доход клиент от того, сдаст ли он жилье или не сдаст в найм. Это дополнительный риск, будут ли потребители на вот такие услуги, сдаст ли он жилье. Соответственно, ставка может быть чуть повыше. Вот из всех этих составляющих получается ставка примерно то, которое сказала. Игорь Витальевич, банк даст кредит под аренду? Чуть-чуть разделю вопрос на два и ответ на два. Ставка, во-первых, как правильно сказала Марина Вячеславовна, зависит от целого ряда факторов, среди которых, как объект залога, как правило, на покупку жилья ставки ниже. Когда объект залога, та квартира, которая есть, и цель кредита не покупка жилья, а предпринимательские цели, ставка, как правило, выше. Второй момент, это доход. Но по большому счету заемщик же может не говорить вам, что он будет сдавать эту квартиру. Вопрос не в сдаче. Вопрос, есть ипотека в силу закона, когда покупается жилье, оно обременяется залогом вне желания человека. Это закон об ипотеке. То есть, как только регистрируется собственность покупаемого в кредит жилья, регистрируется залог в пользу банка. То есть, человек может прописываться в квартире, жить, его никто не выгоняет, он живет, пользуется полностью. Но квартиру нельзя продать без согласия банка, пока не будет погасен кредит. Сдать в аренду-то можно? В аренду он сдать может, если это предусмотрено программой банка. Поэтому говоря об ответе на вторую часть вопроса. Программы банков с возможностью не только сдачи объектов в аренду, но и учета доходов от сдаваемых в аренду объектов есть. Просто это зависит от конкретного банка. Но на рынке такие программы есть. А сейчас откуда берет деньги банк на ипотечное кредитование? Если говорить в целом о ресурсах, действительно ресурс рыночный, он достаточно дорогой. Даже сравним ставки по депозитам. Население хочет сейчас вкладывать депозиты под 9, под 10, под 11 процентов. Разумеется, кредит не может быть дешевле рыночной, чем ставка по депозиту. По-моему, депозиты уже гораздо дешевле. Разные есть депозиты, потому что это зависит от срока. Год, два года, полгода, три месяца. Второй момент от того, как банк берет ресурсы. Есть банки, которые могут использовать, скажем так, собственный капитал, в том числе федеральные банки. Есть банки, которые фондируются целевым образом. А есть такой инструмент, как рефинансирование кредитов и секьюртизационные сделки, которые в России начинают заново развиваться после кризиса. От стоимости ресурса, который будет получен по каждому из конкретных вариантов, зависит ставка по ипотеке. Банк может российский взять кредит дешевый, но за рубежом? — До 2008 года, до кризиса, это было вполне возможно. Как правило, средства брались в иностранной валюте по ставке Либор плюс несколько процентов. Но после кризисных явлений этот рынок пока закрылся для России. Сейчас мы наблюдаем постепенно его восстановление. — Ну, то есть приходят дешевые деньги? — Дешевые пока не приходят. — А кредит, почему не... — Дешевые пока не приходят. — Не приходят? — Мы же говорим не только о дешевых, хотели бы говорить, но и о длинных. Ипотеку берут на 10, 15, 20 лет. — Согласен. — Надо перевлечь ресурс на такое количество лет. — Извините, уважаемые слушатели, мы предлагаем вам ответить на простой вопрос. Вы хотите сейчас взять ипотечный кредит? Если да, то отправьте на номер 5533 смс с буквой А. Если нет, то отправьте на номер 5533 смс с буквой Б. И телефон 6510996, код города 495. Звоните, задавайте свои вопросы или пишите нам на сайт финам.фм на страничку программы «Парадокс». В результате, когда человек посчитает, во сколько ему выходит ипотечный кредит, все говорят «Моя недвижимость золотая». То есть увеличение стоимости где-то в 2-2,5 раза. Это тоже один из минусов ипотечного кредита. Согласитесь, Игорь Витальевич? — С одной стороны, минус в том, что человек за 20 лет выплатит практически двойную стоимость квартиры. С одной стороны. Но с другой нужно, как мы правильно сами говорим, уметь считать. Кредит дается не на всю стоимость квартиры, а человек должен иметь, как правило, не менее 30% собственных накоплений. Поэтому, во-первых, часть денежных средств у него уже есть. Второй важный момент. Кредит может выплачиваться досрочно. Поэтому проценты начисляются только за фактическое пользование кредитом. Третий важный момент. Во многих банках есть программы, когда потребитель, пока ищет жилье, может разместить первый снос на вклад, тем самым снизив ставку по ипотеке. Четвертый момент. Сегодня человек, сдавая, вернее, покупая квартиру, платит по кредиту за собственное жилье. А если он арендует, он платит не меньше, а практически столько же за съемную квартиру, но никуда. Поэтому вопрос. Жить сейчас, но в съемной, или жить сейчас, но в своей, и оставить ее своим детям? — 30%! Марина Вячеславовна, это много при нынешних ценах. — 30% что? — А первоначальный взнос. А есть ли меньше? — Есть, естественно, первоначальные взносы. Стандартная практика — это 10% первоначальный взнос. Сейчас, в этот год, вообще, на самом деле, характеризуется тем, что проводятся всякие акции и льготы для клиентов, преференции, в том числе и с нулевым первоначальным взносом, что, на самом деле, мы не приветствуем, потому что это дополнительные риски для рынка ипотечного кредитования. Но стандартная ставка первоначального взноса — это 10%. — Интересный вопрос. А вдруг не сумею выплатить кредит? Вот на ответ мы получим сразу после новостей. Ипотека в России. Непосильная ноша или все-таки это шанс улучшить свои жилищные условия? Об этом мы сегодня говорим с нашими гостями, заместителем гендиректора ИЖК Мариной Малайчик и первым заместителем председателя правления банка жилищного финансирования Игорем Жигуновым. Итак, господа, а вдруг заемщик не сможет выплатить кредит? Если можно коротко, что тогда, Арина Вячеславовна? — Ну, заемщику лучше не доводить до того, как он перестал выплачивать кредит, а, как я уже говорила, обратиться все-таки к кредитору и попросить решить эту проблему путем, например, реструктуризации кредита. Кроме того, можно до того, как ты понимаешь, что у тебя есть проблемы с выплатой долга, можно попробовать каким-то образом сделать некий обмен, то есть реализовать ту квартиру, которую ты уже купил, по ипотеке купить поменьше и за счет этого уменьшить сумму платежей. А если уже, конечно, дошло до того, что ты перестал выплачивать кредит и не платишь уже долго, то, как бы, что с квартирой происходит? Квартиру можно реализовать. Соответственно, если это недобровольно... — Рынок лежит в недвижимости. Вот нельзя продать. Что делать? — Ну, если рынок лежит, то тогда, наверное, кредитору невыгодно в этот момент продавать, реализовывать это жилье. Скорее всего, когда, вот как у нас были кризисные ситуации, то находили, скажем так, системное решение, когда заемщикам помогали для того, чтобы не обрушить рынок недвижимости вообще. То есть в такие моменты, когда рынок лежит вообще, конечно, кредитор скорее пойдет на уступку заемщику. — Игорь Витальевич, пойдете на уступки? — Разумеется, любой кредитор, он заинтересован в том, чтобы клиент платил своевременно. И если у клиента возникают трудности, вместе с ним согласовать отдельный график платежей. Потому что просроченная судная задолженность в балансе банка — это тоже минус. Это касается и увеличения резервов, и ложится на убытки банка. Поэтому разумная рассрочка, реструктуризация, иной график платежей, либо, как правильно было сказано, продажа объекта из-под залога и замена его на меньший, трешки на двушку, двушку на однушку, либо городской на областную — это все обсуждаемо и возможно. Важно, как только начинаются признаки проблем у клиента, не надо доводить действительно до просрочек. Почему? Во-первых, информация сразу у нас сейчас в России идет в бюро кредитных историй. Любой клиент сейчас, который берет кредит, данные о нем попадают в кредитное бюро. И в дальнейшем положительная кредитная история, когда клиент платит вовремя, без просрочек — это большой плюс для получения следующего кредита. А вот отрицательная кредитная история, когда клиент выходит на просрочку, — это минус. Уважаемые господа слушатели, предлагаю вам ответить на вопрос. Вы хотите сейчас взять ипотечный кредит? Если да, то отправьте нам на номер 5533 смс буквой А, если нет, то отправьте на номер 5533 смс буквой Б. У нас есть вопросы, слушатели, которые к нам звонят. АИК к нам дозвонился с вопросом. АИК, здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно слушать таких профессионалов. Сразу коротко мой вопрос. Например, просто хотел узнать, в каких банках сейчас есть хорошие возможности взять ипотеку, если у меня есть однушка, хочу увеличить, сделать двушку или трешку. Какой совет могут дать, в каких банках обращаться, на что обратить внимание, чтобы не попасть, знаете, в таких... АИК, ну мы, скорее всего, вам ответим, не в каких конкретно банках, потому что это будет реклама, причем прямая, а мы будем говорить о том, на какие вам нужно обратить внимание критерии. Критерии, да. Спасибо. Давайте вот в таком ключе. Спасибо вам. Спасибо вам, Игорь Витальевич. Если клиент, скажем так, хочет именно улучшить жилищные условия, однушку поменять на двушку, на трешку и так далее, то прежде всего ему нужно начать с того, чтобы посмотреть, сколько стоит та квартира, которую он хочет купить, и сколько стоит та квартира, которая у него есть старая, чтобы ее продать, и понять, какая нужна разница. Дальше посмотреть, хватает ли его дохода, чтобы погашать кредит, исходя из этой разницы. Программ на рынке многообразия такого рода. Когда старое жилье идет как первый взнос, то есть одновременно ищется покупатель на старую квартиру, подбирается новая. Я знаю, что даже есть ипотечные калькуляторы. На сайтах и банках. И в интернет-ресурсе российский рынок и финансовых услуг, и ипотеки в частности, за последние пять лет качественно меняются. Очень много инструментарий. Можно посчитать и процентную ставку, и выплаченные суммы долгов, так назовем, за период пользования. И вплоть до того, что сейчас на сайтах есть объявление о продаже квартир, где стоит слово продажа ипотек. Ну, а ИКу еще можно посоветовать начать, допустим, стопа пять банков и идти дальше вниз. Или выбрать самые низкие ставки, которые есть. Ну, тут несколько моментов. Нужно смотреть не только на ставки, а смотреть на совокупность условий. Первое – это общая стоимость кредита, так называемая, куда входит не только процентная ставка, но и иные расходы по сделке. Почему? Потому что клиент, как правило, рассчитываясь с продавцом, выбирает вариант сделки – безналичная или наличная продажа. Он выбирает вариант, как он будет рассчитываться – до государственной регистрации или после. Тут еще это зависит от продавца. Почему? Потому что у нас в России, как правило, тот, кто продает квартиру, он покупает встречно что-то. И часто в сделке не одна-две квартиры, а бывает и три-четыре квартиры. И здесь уже мастерство договориться с продавцами. Второй момент – это какой доход получает клиент. Если это доход по справке 2НДФЛ от найм – это одна программа. Если это доход от ведения собственного бизнеса – это другая программа. Ну и насколько постоянное место работы, да? Разумеется. А постоянная занятость… В НДФЛ может быть, но это работа сегодня и завтра. Вопрос постоянной занятости, но тоже актуален. Марина Вячеславовна, вы хотели что-то добавить в этом вопросе? На что нужно обратить еще внимание заемщику? Ну, на самом деле, обратить внимание, вот если он хочет приобрести новое жилье в большей площади, то можно взять, как говорил Игорь Витальевич, кредит, например, на новое жилье и оценить, есть ли у него, позволяют ли доходы, взять вот большой кредит на новое жилье. И тогда спокойно продать старое жилье. И, соответственно, как досрочное погашение, просто погасить вот этот длинный ипотечный кредит. Либо взять сразу два кредита. Один – на первоначальный износ под имеющееся жилье, а второй – взять ипотечный кредит на оставшуюся сумму. Ну, вот в случае с АИКом все замечательно, у него есть жилье, по крайней мере, одна комната, квартира. А вот если мы возьмем, допустим, учителя или профессора какого-либо, то есть социального бюджетника, у него проблема, у него нет жилья, что делать? Ну, на самом деле, как мы говорили вначале, сейчас есть… Вот я к этому, я хочу, чтобы вы расшифровали эти социальные программы. Есть программы для, например, учителей. Программа для учителей предусматривает и для отдельных других категорий, предусматривает то, что ему предоставляется средство, субсидии на первоначальный износ. Как правило, часть субсидий дает федеральная власть, часть – региональные власти. Эта сумма, если применительная к учителям, это примерно 20% от суммы кредита. Соответственно, уже первоначальный износ у него определенно есть. Он добавляет некоторую сумму, там, 10% своих средств и на остаток берет ипотечный кредит. При том, что для учителей предусмотрены льготные условия кредитования. Сейчас эта программа 8,5% годовых. В Москве возможно купить такую квартиру по ипотеке для учителя, учитывая те цены, которые существуют в нашем городе? Да, вот цены, на самом деле, это самая, наверное, большая проблема, нежели такая ставка по ипотеке. Наверное, теоретически купить жилье можно, но сам учитель, наверное, на свою зарплату, даже по ставке 8,5% при стоимости жилья в Москве не потянет. Поэтому, ну, насколько я знаю, как правило, в таких программах возможно привлекать дополнительно созаемщиков. Это супруг, который может получать больше, это ближайшие родственники. Тогда, возможно, потянет и в Москве, или ближайшее Подмосковье. Но, по большому счету, Игорь Витальевич, это касается всех бюджетников, не только учителей. Они московские цены не тянут. Что можно предложить? Ближайшее Подмосковье, либо периферия? И вообще, интересует ли учителей и бюджетников жить так далеко от рабочего места? Ну, здесь важно понимать, что ипотечное кредитование, это кредитование прежде всего для людей, которые могут постоянно в течение нескольких лет выплачивать определенную сумму. Это не панацея от всех бед, и 100% населения не смогут воспользоваться ипотекой. Маленький пример. Даже если мы возьмем просто стоимость двухкомнатной квартиры в Москве, даже не в центре Москвы, разумеется, а в пределах МКАД, и возьмем ее в беспроцентную рассрочку, вот просто возьмем 6 миллионов рублей на 10 лет. То есть, в любом случае, это будет платеж гораздо больше, чем 20 тысяч рублей в месяц. Это намного больше. Намного больше. И даже не 20 тысяч. Конечно. Далеко не каждая семья даже беспроцентную рассрочку потянет, как было правильно сказано. Поэтому всему свое время и место. Те, кто в состоянии себе это позволить, они, соответственно, могут воспользоваться либо социальными программами в части субсидий первого взноса, либо частичного погашения, либо доходами родственников, как правильно было сказано. Взять созаемщики третьих лиц. Третьи лица, это могут быть не обязательно супруги, да, это могут быть и другие родственники. Родители, дети. Обязательно родственники. Или вообще любые третьи лица. Скажем так, программы банка предусматривают некоторую возможность привлечения любого созаемщика. Но это дополнительный риск, потому что такие кредиты чаще всего уходят в дефолт. И от этого может зависеть процентная ставка. Возможность есть, но цена может быть другая. Это еще дороже. Можно я добавлю по поводу жилья? На самом деле, у нас действительно есть социальные категории граждан, которые не могут себе, естественно, взять ни рыночный ипотечный кредит, ни социальный. И нужно ли таких людей загонять обязательно в ипотеку? Почему бы не развивать, например, цивилизованный способ, это арендное жилье, социальный найм. И на самом деле, такие программы есть. На уровне государства эти программы развиваются. Там есть тоже огромное количество условий. Человек должен стоять в очереди, прописан, проживать в регионе, в частности, в Москве, чуть ли не 10 лет и так далее. По-моему, так. Ну, это московская программа. Я говорю о федеральной программе, когда сейчас большое внимание уделяется именно по строению такого арендного жилья. Это могут строить такое арендное жилье не только муниципалитеты, региональные власти для вот как раз таких категорий граждан, но и предприятия, по сути, это специальное жилье для своих сотрудников. Это очень маленькая доля рынка. Это не очень маленькая доля рынка. Но сейчас, на данный момент, вот этого вообще нет. Сейчас этого нет. Вообще нет. Я же не говорю про рынок аренды, то есть социальный. Вообще нет этого. Нет предложения даже. Ну, поэтому предложения нужно формировать. Не всех нужно загонять в ипотеку. Когда человек не может платить, не нужно ему обещать, что все будет хорошо. Как обещали нам до 2008 года. У нас будет экономический рост. Все замечательно. И тут бах. Нужно развивать разные способы обеспечения жильем человека. Не обязательно это оформление сразу собственность. Это может быть некая аренда с правом выкупа в конце, по истечении определенного времени. Разные инструменты нужно развивать. Но пока мы находимся в зачаточном состоянии. Разумеется, рынок современного вообще и банковского обслуживания, и ипотеки в частности России, он формируется на своем новом качественном уровне. Как правильно было сказано, программы разные и не только федеральные, но и на уровне субъектов федерации. Например, в некоторых регионах сейчас появились программы, чтобы мы немножко от Москвы отошли, чуть-чуть на другие субъекты федерации. Когда человек проживает в съемном муниципальном жилье с правом дальнейшего выкупа по остаточной стоимости, и при этом каждый месяц небольшую часть от своей зарплаты выплачет в качестве дальнейшего выкупа этой жилой площади. Может же получиться как, что через пять лет он уже не хочет эту квартиру, он хочет уже не двушку, а трешку. Тогда он просто напросто переедет в большую квартиру и будет платить побольше. Опять же, все от желания и возможностей зависит. Нужно в каждом конкретном субъекте федерации потребителю узнавать на месте, в администрации, в комитете по жилищной политике, какие есть именно в этом городе дополнительные методы поддержки. Но если говорить про военных, если говорить про многодетных семей, то в этом плане тоже существуют отдельные программы, и они в основном зависят от региональных бюджетов, не от федеральных. Ну нет, нет. На самом деле есть программа для военнослужащих, это полностью федеральная программа, и каждый год на федеральном уровне выделяются определенные деньги для того, чтобы поддерживать эту программу. Эта программа состоит в том, что практически там любой военнослужащий, прослуживший там минимальный срок, по сути, даже выпускник, по-моему, сейчас даже и учащийся в высшем военном учреждении, может участвовать в этой программе. Мы поговорим о военной ипотеке сразу после новостей. Ипотека в России — это непосильная ноша или шанс улучшить жилищные условия? Об этом мы сегодня говорим с нашими гостями, заместителем гендиректора ИЖК Мариной Малайчик и первым заместителем председателя правления Банка жилищного финансирования Игорем Жигуновым. Итак, военная ипотека. Мы не закончили. Может быть, чего-то мы не знаем. Да, Марина Вячеславовна. Ну, есть такая накопительная ипотечная система для военнослужащих, когда практически каждый военнослужащий может в нее вступить. Постоянно на взнос военнослужащего отчисляет государство на федеральном уровне определенные взносы. То есть накопив первоначальный взнос, военнослужащий может купить жилье. Более того, после того, как он взял ипотечный кредит и купил уже это жилье, практически каждый год ему государство погашает полностью взнос на платеж по ипотечному кредиту. То есть, таким образом, эта программа субсидируется не на региональном уровне, а практически полностью субсидируется на федеральном уровне. Это если говорить о военной ипотеке. Уважаемые слушатели, мы предлагаем вам ответить на вопрос в ходе всей нашей сегодняшней программы. Вы хотите сейчас взять ипотечный кредит? Если да, то отправьте нам на номер 5533 смс буквой А. Если нет, то отправьте на номер 5533 смс буквой Б. В конце программы подведем итог. Пока я вижу, что 50 на 50, по крайней мере. Но, Игорь Витальевич, вы в перерыве, пока пошли новости, сказали, что мы очень много чего не знаем. То есть, мы, как граждане и потенциальные заемщики, очень многого не знаем в плане того, какие у нас есть возможности. Чем мы можем воспользоваться и что нам предоставляет государство. И не только для того, чтобы улучшить свои жильественные условия и взять ипотечный кредит на выгодных для нас условиях. Или, по крайней мере, с минимальными потерями. Это так? О чем вы говорили? Действительно, с каждым годом количество возможностей увеличивается. Первое. Вот та же военная ипотека, о которой мы начали говорить. Военнослужащий может приобрести жилье не только в том регионе, где он сейчас проживает, но и в ближайшем. Тем образом, допустим, в дальнейшем переехать уже в новое жилье в соседнем регионе. Это первая возможность. То есть программа гораздо шире, чем они представляют информацию. А это представляют все банки? Любые? По программе военной ипотеки работает очень много банков Российской Федерации. Нельзя сказать, что все абсолютно, потому что ипотека... То есть есть из чего выбрать, я понимаю. Есть. Выбор большой. Второй момент — это средства материнского капитала. Это целый огромный пласт потребителей. У нас сегодня число семей, которые имеют 2 и 3 ребенка и больше, постоянно растет. И государство дает сейчас возможность родителям не только использовать материнский капитал как первый взнос при покупке жилья, но и как частичное досрочное погашение кредита, взятого на приобретение жилья. Ранее. Ранее. Даже вот возьмем пример. Взяли кредит, родили ребенка, получили маткапитал. Да, получили свидетельство на использование средств маткапитала. Пожалуйста, получите от государства поддержку. Замечательная программа. Возьмем пример. Морковская область. Очень много новостроек строится. Очень много, в том числе, жилья, которое уже вторичное, но хорошего качества. За 2-2,5-3 миллиона рублей можно купить вполне хорошее жилье. Абсолютно качественное. Причем сейчас все больше квартир сдает уже с отделкой. Пожалуйста, маткапитал. Почти полмиллиона рублей. Это уже часть квартиры, которую можно окупить, либо погасить досрочный кредит сниженого. Да, это треть, но почти треть. Это серьезная сумма. Около 400 тысяч, по-моему, сейчас маткапитал, насколько я помню. Да, это целевая аудитория, которая так или иначе связана с соцпрограммами. Другая целевая аудитория населения, которое уже имеет жилье в собственности. То, с чего мы начали. Там один из моментов программы. Это идеальные условия, на самом деле. Большинство все равно не имеет никакого жилья. Те, кто имеет, мы сейчас про возможности с вами. Те, кто имеет, не обязательно брать кредит под залог квартиры целиком и сразу. Сейчас на рынке стали появляться такие программы, как ипотечная кредитная линия. Это уникальная программа для России современной. Почему? Типа Сберкасс? Не совсем. Человек имеет жилье. А может быть даже не жилье, а коммерческую недвижимость. Он может сейчас получить одобрение в банке этого кредита. Например, квартира условно стоит 3 миллиона рублей. Он получает одобрение на 2 миллиона. Но может эти деньги сразу не брать. Он может взять, если ему сегодня нужно 500 тысяч, завтра у него 200 тысяч появилось, и жних он досрочно погасил. А, в этом плане. Таким образом, бери столько сегодня, сколько тебе нужно и сколько ты в состоянии оплачивать. И погаси досрочно, сколько тебе не нужно. Так называемый ипотечный овердрафт. Вот новая возможность для россиян. К нам дозвонилась Елена. Давайте послушаем нашего слушателя. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. У меня вопрос к обоим экспертам. Но прежде всего к Игорю Витальевичу, потому что он только что упоминал материнский капитал. Вот я хотела бы вопрос задать в связи с этим. Не секрет, наверное, ни для кого, что сейчас по факту очень сложно материнским капиталом расплатиться и как-то его использовать в ипотеке. Я знаю очень много людей, у меня очень много друзей, которые пытались, имея двоих, троих детей, этот материнский капитал в Москве, и не говорю про регионы другие России, в Москве, каким-то образом его использовать. Ни в какую, ни один банк, всеми правдами и неправдами, никак этот материнский капитал не берет. Не знаю, мне кажется, что у меня наоборот, насколько мои знакомые получали материнский капитал. Во-первых, все сроки были выдержаны по выплате, по подаче документов. Потом это не обременительно по времени, потому что это фактически в одно окно ты приходишь, даешь, пишешь заявление и все. То есть я не знаю, о каких банках идет речь. В частности, в банк ВТБ обращались, банк отказал. Вообще, что можно сделать в случае, если банк отказывает в принятии материнского капитала? Насколько я понимаю, что это незаконно, правильно? Да. Спасибо, Елена. Вопрос очень хороший, интересный. Тут очень важно посмотреть на первое, на что используется маткапитал. На первоначальный взнос, когда человек покупает квартиру, или уже, когда человек купил жилье, на частичное его погашение. Здесь, во-первых, очень важно, как прописано в договоре купли-продажи. На чье ими приобретено жилье. Потому что часто люди покупают жилье, допустим, на себя и на сестру, а хотят получить маткапитал на детей. Поэтому нюансы, они всегда влияют. Второй момент, когда человек хочет воспользоваться маткапиталом, нужно у банка сразу спросить, работает ли банк со средствами программы маткапитала? Опять же, в зависимости, это первое. А, подождите, дети должны быть прописаны в приобретаемом жилье, да? Насколько я понимаю. И только тогда, когда берется ипотечный кредит, тогда он гасится. А если он не прописан, то получается нет? Я сейчас не могу понять. Какие нюансы? Там очень много нюансов, говорить о них можно долго. Это касается и регистрации несовершеннолетних в жилом помещении. В отдельных случаях это выделение доли несовершеннолетним. Но в любом случае, то, с чего надо начать любому потребителям. Если у него есть право на использование средств маткапитала, неважно, хочет он взять ипотечный кредит, либо уже взял и вдруг услышал о том, что есть возможность получить средства и погасить часть досрочно, он может, обращаясь в банк, сразу задать вопрос, работает ли с банком какой-то технологии. И в зависимости от ответа, в том же банке, у любого специалиста, который работает с ипотекой, если этот банк работает со средствами таких программ, можно получить даже совет, как правильно воспользоваться капиталом, как правильно оформить документы. Программа достаточно простая. Очень простая, насколько мне известно. Поэтому, если у потребителя есть конкретный вопрос, просто он может, как вариант, оставить его в редакции, и получить более расширенный ответ, в каких вариантах ему можно использовать. Все зависит от конкретики. Елена, вы можете просто нам позвонить или написать на сайт финанс.фм, на страничку программы «Парадокс», и мы передадим просто ваш вопрос, конкретный, да, конкретный вопрос нашим сегодняшним экспертам, и отпишемся, напишем, как это все должно происходить на самом деле. Вы хотели что-то добавить, да, Марина? Да, я хотела добавить по поводу законности или незаконности. Если мы говорим о том случае, когда материнский семейный капитал используется как досрочное погашение, банк не имеет права отказать. Это просто досрочное погашение. Заявляется сумма как досрочное погашение. А вот как первоначальный износ, действительно, не все банки используют эту программу. Ну и вот по итогам... А почему? А в чем причина? В чем различие? А причина в том, что формально материнский семейный... Те же деньги. Материнский семейный капитал, он, это не совсем первоначальный износ. То есть банк сначала должен дать сумму кредита на вот эту первоначальность, на материнский семейный капитал. А когда, скажем так, получит право, ну, через пенсионный фонд гражданин... И деньги придут. Да. Соответственно, погасится. То есть банк должен решить, готов он дать вот эту сумму 400 тысяч сразу с погашением в конце срока, там, например, через 2-3 месяца или нет. Не все банки на это готовы. Но очень много таких банков, которые готовы, и мы вот по итогам программы готовы сказать. Понятно. Но мы в любом случае приглашаем вас, уважаемые слушатели, если у вас есть более конкретные вопросы или вы столкнулись с какими-то проблемами, можете оставить просто свои сообщения у нас на сайте fnam.fm на страничке программы Paradox, а мы уже будем тогда конкретно разбираться и, возможно, организуем еще одну встречу, как бы, ответ на письма слушателей, например. Это будет тоже неплохо и интересно. А когда возможно снижение ставок? Меня интересует. Вообще будет ли когда-нибудь снижение? По моим прогнозам, никогда. Ну, скажем так, я не могу говорить о стоимости денег. Это вне сферы, скажем так, наших, наверное, возможностей. Если говорить о том, что о других составляющих, о операционных издержках, о стоимости кредитного риска, то здесь, наверное, мы делаем определенные, скажем так, действия, чтобы снижать эти составляющие, повысить технологичность. Это снижает, повышает производительность, снижает издержки. Снизить кредитные риски путем изменения законодательства, например, внедрение инструментов страхования во всех его формах. Это по-хорошему должно привести к снижению процентной ставки. Но самое главное – стоимость денег. Да, но вот, Игорь Витальевич, раньше, до 2008 года, очень многие, да практически все банкиры, когда их просили снизить ставку на самом высоком уровне, говорили о том, что у нас инфляция высокая. Инфляцию снизили, ставки еще больше выросли. Говоря о ставках, разделим на три части. Первое. Берем федеральную программу, которую реализует Федеральное агентство по ипотечному кредитованию. В этом году уже ставки снижались. Поэтому, если сравнить ставки в начале года сейчас на осень по федеральной программе, они ниже. Второй момент. Когда мы говорим о ставках по ипотечным программам на покупку жилья. Не под залог на развитие различных целей бизнеса, а на покупку, ставки тоже снизились. Третий момент. Рыночный показатель стоимости ресурсов пока резко не снижается. Поэтому третий вариант снижения ставок сейчас конец года, когда ряд банков реализует маркетинговые акции, о чем было вначале сказано. Временно дают возможность взять кредит по более низкой ставке, чем, допустим, это было летом. Поэтому надо пользоваться возможностью. Но резкого снижения ставок на рынке, исходя из рыночных предпосылок, в ближайшее время ожидать не стоит. А стоит ожидать повышения. Не снижается резко, не стоимость ресурса. Да, повышение ставок, наверное, вряд ли. Почему? Опять же, в краткосрочной перспективе. Мы не знаем, что будет через год, через два. Мы не знаем, что будет через месяц. Да, всегда надеемся на лучшее, но тем не менее. Стоимость пассивов пока для банков остается высокой, относительно, опять же, сравнения с западными рынками. Поэтому все от рынка зависит. Будем надеяться на лучшее. Я напомню, что сегодня мы беседовали с заместителем гендиректора СЖК Мариной Малайчик и первым заместителем председателя правления банка жилищного финансирования Игорем Жугуновым. Говорили мы об ипотеке, хорошо это или плохо, непосильная наша или шанс улучшить жилищные условия. Но что касается нашего СМС-голосования, ровно 50 на 50. Одни хотят, другие не могут или раздумывают. Спасибо вам за то, что вы пришли. Надеюсь, это не последняя встреча. Будут письма от наших слушателей, сообщения. Обязательно вам сообщим, еще раз встретимся. До встречи, пока. Спасибо вам. До свидания.